Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Церемония Мичинг состоялась в церкви Святого Григория Просветителя в Кесарии в Западной Армении. Заявление омбудсмена Республики Армения. Познакомимся с Западной Арменией Зайтун. Азербайджан и Турцию не остановят ничего, кроме силы тюрколог. Какой ущерб нанес сильный ветер в Ахалкалаке? Стартовал 13-й фестиваль армянского композиторского искусства. Ритуал Мичинг проходил в церкви Святого Григора Лусаворича Западной Армении, имя которой впервые стало известно в 1191 году. На литургии присутствовали председатель правления армянской церкви Святого Григория Просветителя в Кесарии Задик Токер и члены правления во главе с представителем армянских церквей Аветисом Табасяном. По словам Задика Токера, этот ритуал семинедельного пасхального поста, который мы называем Мичинг. Он повторяется каждый год. Обычно из Константинополя каждый год приезжало много людей, но они уже два года не могут приехать из-за эпидемии. Армянская община привержена Великому посту, во время которой совершаются особые ритуалы. Мичинг проходит в середине Великого поста, который длится около 40 дней. Вторжение азербайджанских вооруженных сил в Арцах является продолжением преступной государственной политики Азербайджана. Об этом заявила защитник прав человека Республики Армения Кристина Григорян. Это поведение, нарушающее все известные нормы международного права, продолжается неделями с актами давления и запугивания населения Арцаха. Это вторжение – еще одно доказательство того, что обстрел мирного населения Храморта и других сел в течение нескольких недель не дал желаемого результата. Люди не покинули свою родину. Неловкое молчание международного сообщества о регистрации нарушений прав человека в Арцахе пока не сопровождается реальными действиями, направленными на исправление ситуации. Решительно осуждаю преступное поведение Азербайджана и призываю правозащитные организации действовать, чтобы положить конец этой политике геноцида против народа Арцаха, говорится в заявлении. Напомним, что в результате этой атаки с армянской стороны есть пятеро раненых. Зайтун Ульния – город в Киликии, Западной Армении. Зайтун оставался автономным регионом до резни в Хамиде. Рядом есть полезные ископаемые – железо, серебро. Считается, что название Зайтун произошло от слова «Зайтун – оливка», а название Ульния Зайтун унаследовало от одноименного византийского поселения. В Зайтуне было четыре церкви просвещения. Были также два монастыря, четыре колледжа, женская школа и дошкольные учреждения. Об этом в своем телеграм-канале написал тюрколог Варужан Гегамян. Азербайджан и Турцию не остановят ничего, ничего, кроме силы. Эти страны не потерпят независимого армянского государства в этом регионе. Нет никакой мирной повестки. Это не отклонение от повестки дня, а их собственная повестка. Чтобы иметь мир, нужно завоевать его силой. После Арцаха к Сюнику и Гегаркунику будет применена именно та тактика, которая используется сейчас для выселения армян из Арцаха. Есть только один способ переломить ситуацию – устранить протурецкие власти и перейти в контрнаступление путем консолидации национальных ресурсов. Сильный ветер в течение нескольких часов в Ахалкалаке нанес серьезный ущерб. В Ахалкалакском муниципалитете создана специальная комиссия для оценки размера ущерба с целью предоставления компенсации. На сегодняшний день в комиссию поступило более 60 заявок. По словам вице-мэра Тейрмураза Маджелидзе, заявки поступают каждый день. По сегодняшним данным, к нам поступило заявки от 20 сел. Есть село, где повреждено 8 домов. Есть село, где повреждено одно здание. Специальная комиссия приступит к выплате компенсации сразу после завершения оценочной работы. 23 марта стартовал 13-й армянский фестиваль композиторского искусства. Об этом сообщил Государственный симфонический оркестр Армении. Это одно из значимых событий в культурной жизни Армении. С момента своего основания в 2010 году он неуклонно выполняет свою миссию по сохранению и расширению армянской классико-современной композиторской школы, сохранению и признанию традиций. Фестиваль организован Государственным симфоническим оркестром Армении при поддержке Министерства образования и науки Республики Армения в сотрудничестве с Союзом композиторов Армении, говорится в сообщении. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.